Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарёв. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. А сегодня с нами на прямой связи по скайпу российский экс-вице-президент, единственный в истории, заслуженный военный лётчик СССР, герой Советского Союза Александр Рудской. Александр Владимирович, здравствуйте. Александр Владимирович, ну вот сейчас вся страна и весь мир вспоминает годовщину трагических событий, которые произошли в 93-м году в октябре. Как Вы считаете, их можно было избежать? То есть был ли вариант решить всё без кровопролития? Эти события были в 3-м году в следствии, а для того, чтобы понять, что же всё-таки произошло, надо посмотреть на причины. Ну, первое. Само руководство страной, Борис Николаевич Ельцин, именно привело к этому конфликту. Ну, по порядку. Уничтожение Советского Союза, Советский Союз распадался, его просто уничтожили. Ельцин, Кравчук, Шушкевич, не имея абсолютно никаких полномочий, ни от парламента, ни от кого, приняли такое решение и уничтожили Советский Союз. Далее реформы, экономические реформы Ельцина. В Соединённых Штатах Америки эти реформы называли инвестициями в Соединённые Штаты, в безопасность Соединённых Штатов Америки. Ну, разрушен военно-промышленный комплекс, уничтожены практически вооружённые силы, войска выводились из Западной Европы в чистое поле, боевая техника бросалась или продавалась за бесценок. В конечном итоге не платили заработную плату офицерам, офицеры должны были по ночам работать таксистами, грузчиками, а жёны челночницами, закрывались предприятия одно за другим, растаскивалось под видом приватизации национальное достояние страны, ликвидированы были все сбережения граждан. Вот такой комок и привёл к тому, что возникло противостояние между Верховным Советом, съездом народных депутатов. Надеюсь, вы знаете, что в прежней Конституции высший орган государственной власти был съезд народных депутатов. Поэтому обстановка сложилась таким образом, либо Ельцину писать заявление и самому складывать полномочия и уходить с этой должности, что было исключено, потому что властолюбивые люди, а тем более обладающие слабоумием, никогда не способны на это. А второе, значит, объявит импичмент, съезд народных депутатов, и, соответственно, в соответствии с законом надо будет уйти в отставку. Поэтому надо было ликвидировать тот орган власти, который мог объявить импичмент. Вот именно по этому сценарию всё начало раскручиваться. В марте указ, опус, особый порядок управления страной, это грубейшее и наглое нарушение Конституции. Визировать проект этого указа я отказался категорически, потому что это просто какая-то вакханалия. Далее, 21 сентября выходит указ о поэтапной конституционной реформе. Так вот, оценку этим указом, действием президента, даёт не вице-президент, не съезд народных депутатов, а высший судебный орган, Конституционный суд. Так вот, в заключении Конституционного суда чётко и ясно прописано. За нарушение таких-то-таких-то статей Конституции президент России Ельцин Борис Николаевич подлежит отрешению от занимаемой должности. В повестку дня 8-го внеочередного съезда народных депутатов был внесён вопрос об импичменте. И если бы съезд проголосовал за импичмент, то были бы включены газовые баллоны с отравляющими веществами. Так вот, можно ли назвать Ельцина адекватным мыслящим человеком, если он дал такое распоряжение, если объявят импичмент отравить народных депутатов отравляющими веществами? Ну, сами подумайте. Ну, вот импичмент не был объявлен. Почему? Потому что где-то 2 октября, 30 сентября под указ Ельцина о социальных гарантиях народным депутатам сбежали где-то порядка 180 депутатов получить 2 миллиона обещанных рублей и социальные льготы. Потом был ещё один дополнение указ, тоже о социальных гарантиях, ещё сбежало около сотни. Вот поэтому импичмент тогда на 8-м съезде не был объявлен, и газовые баллоны не были включены. А дальше надо было создать именно такой провокационный момент, на основании которого нужны какие-то определённые действия. Но что сделали? Ну, начнём по порядку. Вспомним немножко историю. Албания – снайпера. Тунис – снайпера. Ливия – снайпера. Ирак – снайпера. Сирия – снайпера. Киргизия – снайпера. Россия – снайпера. Украина – снайпера. То есть надо иметь такую силу, которая спровоцирует противостояние силовых структур против тех, кто не согласен с действиями власти. То же самое было сделано и в России. А дальше пошла провокация за провокацией. В конечном итоге расстрел митинга в Останкино. А люди митинговали на площади между двумя зданиями. Никто не стрелял из митинговщих. Стрельбу открыли из здания Останкино. И понеслось. То есть в руках у Ельцина повод применить силу, чтобы восстановить мир и спокойствие. Ну и, соответственно, даётся команда расстрелять Верховный Совет из танков. Вот как бы вкратце. Вот такая история. Если у вас по ходу моего рассказа появились вопросы, пожалуйста, я готов ответить. Вы сожалели о том, что тогда с балкона Белого дома призвали людей идти на штурм? Ну, во-первых, давайте так. На протяжении всего этого времени, даже не с 21 сентября, а где-то с 1 сентября и по 3 октября, средства массовой информации занимали однозначную позицию, занимались ложью и клеветой, тем самым формировали общественное мнение против Верховного Совета и съезда народных депутатов. В соответствии с законом, Конституцией, а это в общем называется право, в соответствии с правом народные депутаты имеют право сделать альтернативное выступление и объяснить все или иные свои действия или то, что происходит. К этого права народные депутаты были лишены. Мало того, первые выстрелы по демонстрации, которая шла в поддержку Верховного Совета, раздались из мэрии города Москвы. Это книжка, это бывшее издание СЭФ, рядом со зданием Верховного Совета. И когда оттуда начали стрелять и убивать совершенно безоружных людей, а я это все наблюдал из окна своего кабинета, да, я дал такую команду захватить мэрию, поймать этих ублюдков, которые стреляли по людям. Вот они скрылись и ушли, но оружие бросили. Ну и дальше, соответственно, уже порыви эмоций. Надо идти в Останкино и объяснять людям, что же все-таки происходит в Москве. Потом я позвал Макашова и сказал, не идти в Останкино. Почему? Потому что мне дали аудиозапись совещания в Кремле, где было принято решение, если мы туда пойдем, то есть сторонники Верховного Совета, стрелять без предупреждения. И я Макашову сказал, отставить в Останкино и не идти. Но рядом с Верховным Советом были брошены автомобили внутренних войск, в которых были ключи зажигания, то есть это специально подстава сделана. На что мне Макашов сказал, вы исполняющие обязанности, а мне дал команду идти в Останкино, действующий председатель Верховного Совета, поэтому я поеду в Останкино. Вот произошло что. Ну, тем не менее, чувство сожаления, оно присутствует у вас сейчас, например, за то, что тогда вы это сделали, или же нет? Вы же понимаете прекрасно, я себя не считаю идиотом, я себя считаю нормальным человеком, значит, таким же, как и вы. И вы, да и я. В любом случае, если погиб кто-то, мы всегда соболезнуем, переживаем. А если есть какие-то элементы еще и вашей вины в данной ситуации, то это уже болезненные переживания. Конечно, я переживаю до сей поры и до конца своих дней, что погибли люди. Не имеет значения, с той и с другой стороны, погибли соотечественники. Потому что только сволочь и скотина мог дать команду стрелять под своим соотечественникам. Но вы сейчас бы поступили иначе? Не понял. Сейчас вы бы поступили иначе? Вы знаете, я никогда ни под кого не прогибался. Для меня принципиально важно право, закон. И имеет значение, нравится тебе этот закон, не нравится. Существуют цивилизованные методы изменения закона. Парламентское решение, или голосование абсолютным большинством, двумя третями, или референдум, если не нравится закон. И он неудобен для жизни. Но сослаться на то, что этот закон не совершенен и устарел, и для этого применить силу, тем более против своих соотечественников, ну это просто недопустимо. Просто недопустимо. Поэтому моя позиция осталась прежней. Для меня прежде всего право. Право человека. Право. Это закон, и никто не имеет его права нарушать. Это боевой летчик, офицер. Вот в те дни, когда танки расстреливали Белый дом, когда на улицах Москвы была бронетехника и солдаты, вот у вас было ощущение, что это война? Вот как вы тогда воспринимали эти события? Ну вы знаете, надо просто перенестись на два года назад. 1991 год, помните, да? ГКЧП. В Москву были введены танки, войска. И достаточно было команды министра обороны, и может быть произошло то же самое. Но он это не сделал. Почему? Я хорошо знаю Дмитрия Тимофеевича Язова. Он на это не способен дать команду стрелять по своим соотечественникам. А здесь, видите, что я вам вкратце рассказал, было все спровоцированное. Я, помните, перечислил страны. Это что, вот эти снайперы сами по себе возникали? Нет. Был и регулятор. А регулятор называется Соединенные Штаты Америки. Потому что, когда был уничтожен Советский Союз, Ельцин доложил, в первую очередь, Бушу-старшину, что больше Советского Союза не существует. Это раз. Зайдите в интернет, посмотрите выступления Ельцина в Конгрессе Соединенных Штатов. Если вы не видели, вы будете просто шокированы. А потом посмотрите на действия, которые называли с реформами. Ну и плюс еще война в Чечне. Тоже война со своими соотечественниками. Поэтому, знаете, когда сегодня, вот буквально вчера мне был задан вопрос, органы власти сделали выводы из тех страшных событий? Я говорю, да никаких выводов не сделано. Почему? Потому что строят Ельцин-центры, где этот деятель пропагандируется никак иначе, как и вообще выдающийся. И все даже до того российские монархи, и все политики – это ничто по сравнению с Ельцином. Ну, об этом хорошо рассказывал в своей телепередаче «Бесогон» Михалков Никита Сергеевич. Поэтому какие выводы сделал власть? Все, кто защищал тогда Конституцию и закон, стали изгоями. Ну, в том числе и я, разумеется. Потому что все мои попытки избраться куда-либо заканчивались ничем. Меня либо не регистрируют, либо снимают с регистрации. Те, кто разрушал экономику страны и довел ее до унизительного состояния, Гайдар его именем называет экономический форум. Чубайс находится на госслужбе, да и многие другие. Поэтому, в принципе, какие выводы из этого? Вы знаете, я всегда говорю, безответственность приводит к таким явлениям, которые мы с вами наблюдали в конце XX века. То, что безответственность Горбачева, безответственность Ельцина, безответственность тех, кто принимал решения не в интересах страны, а против страны, безответственность тех, кто проводил бездарные экономические реформы. Мы же вместе стартовали в реформы с Китаем. Посмотрите, где сегодня Китай, а где сегодня Россия. Вот. Отсюда надо делать именно такие выводы. На первое место и во главу угла должна быть поставлена ответственность. Не имеет значения. Рядового гражданина ответственность или президента страны. У нас есть звонок, сейчас радиослушатель на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Александр Борисович, когда вы согласились быть Владимирович, быть вице-президентом у Ельцина, неужели вы не видели, что Ельцин, мягко говоря, не тот человек, который может управлять такой большой страной и, можно сказать, великой страной, как Россия. Или вы, как военный человек, вам дали приказ, вы под козырек и пошли выполнять. Спасибо. Спасибо вам. Да, Александр Борисович. Ну вот давайте так. Тогда, когда Ельцин был председателем Верховного Совета, а я был председателем комитета Верховного Совета и членом президиума Верховного Совета, первый раз, когда меня пригласил Ельцин и предложил прийти с ним вместе избираться, меня тоже избирали на должность вице-президента, но мой был задан вопрос. Я вот политически незаангажированный человек. Вы мне объясните, чем я буду заниматься, если тогда изберутся. Он мне сказал, реформы военного промышленного комплекса, это моя тема. Дальше, реформы вооруженных сил, это моя тема. Решение вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семьи. Это моя тема. И я ему сказал, Борис Николаевич, без всяких обид, пускай ваши помощники мне дадут вашу предвыборную компанию, программу. Я с карандашиком буквально прошелся по отказыванию. Я и сегодня бы расписался под этой программой избирательной. Но когда избрали, все пошло с точностью до наоборот. С точностью до наоборот. Мне поручили сельское хозяйство, в котором я абсолютно ничего не соображал, это потом разобрался. Поручили межведомственную комиссию по борьбе с преступностью и коррупцией. Ну, я тоже не юрист, но тоже потом, впоследствии, разобрался. То есть расчет был прост. Дать мне такое направление, где бы я мог завалиться и, соответственно, уйти, занимая мои должности. Поэтому Ельцин прояснился после того, когда началось на первых этапах сначала председатель Верховного Совета внесение изменений, дополнений в Конституцию. И только как СИЕС проголосовал и принял решение о введении должности президента, понеслось и поехало. Ну, не так значительно. А когда избрали нас, и кадровая политика была построена на дилетантизме, да, то есть пригласили в правительство и дали реформировать экономику человеку, который, ну, был всего-навсего заведующим отделом, экономическим отделом газеты «Правда». Ну, дальше, когда тот же Чубайс, заведующий кооперативом по продаже цветов, получил управление всей недвижимостью страны, когда Нечаев, младший научный сотрудник, был назначен на Министерство экономики, вот тут и начались скандалы с президентом. Я ему говорил, Борис Николаевич, что вы делаете? А потом то, что первое мое заявление о сложении полномочий, когда я провожал их в Минске, они мне сказали, Борис Николаевич сказал, что едут подписывать, ну, с группой людей, поэтому они ее называют, вот, подписывать договор о экономическом сотрудничестве, а утром я узнаю, что подписан документ о ликвидации Советского Союза, я написал заявление о сложении полномочий. А правда, что вы потом говорили с Горбачевым о аресте Ельцина? Сейчас, минуточку. Сложение полномочий каким образом происходит? То есть я пишу заявление, да, аргументирую свое заявление на съезде народных депутатов, потому что меня смог снять с должности только высший орган власти, это съезд народных депутатов, и, соответственно, слагает таким образом полномочия. Ельцин мне задал вопрос, вы будете обосновывать свое заявление на съезде народных депутатов? Я сказал, да. Но заявление было порвано и выкинуто, и Александр Владимирович, вот вы понимаете, туда-сюда, давайте работать. Ну, а дальше вот пошло то, что я вам вкратце сказал, так называемые реформы, инвестиции, как в Соединенных Штатах назвали реформой Ельцина, инвестиции в безопасность Соединенных Штатов. То есть разрушение страны, убрать с политической арены конкурента политического и экономического конкурента. Ну, посмотрите, как Трамп сегодня убирает экономических конкурентов. Вот что, собственно говоря, и происходило. Потом я еще раз писал заявление по результатам работы Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией по поводу разворовывания страны. И все это шло в корзину. А в конечном итоге, 1 сентября, 93-го года, Ельцин своим указом не съест народных депутатов, а своим указом взял и меня отстранил от занимаемой должности. Ну, вот так. Ну, вот как раз после подписания Беловежского соглашения пишут источники, что вы говорили с Горбачевым о аресте Ельцина. Это действительно было так? Это было так. Утром, когда я узнал, что больше советского шлюза нет, я просил Горбачева дать мне группу спецназа, чтобы я привез этих троих деятелей в Москву. И в соответствии с законом и уголовным кодексом судить этих людей за то, что они уничтожили государство. Что он вам ответил? Вы ведь понимаете, в чем дело? Я знал, как готовился новый союзный договор. А ведь, опять же, это причина. Следствие-то в другом. Ведь что делает Горбачев, первый секретарь ЦК КПСС? Не создав вертикали власти, убирает шестую статью из Конституции СССР. Это шестая статья Конституции, руководящая, направляющая роли партии. Так вот, отсутствие вертикали власти привело к этому бардаку всему, что происходило и в Балтейских республиках, и в Азиатских республиках, и в других республиках, входящих в состав СССР. То есть пошла разбалансировка власти. И в конечном итоге союзный договор рассматривали в двух направлениях. Или это конфедерация, или федерация. Я видел, как это все готовилось. И я не раз говорил Горбачеву, что Михаил Сергеевич, вы доиграетесь, что в конечном итоге Советского Союза не будет. Ну и потом, помните, ДКЧП. Я полетел, рискуя собственной жизнью, порос освобождать Горбачева, потому что все мы знали, что он арестован. Никто его там не арестовывал. Он просто накануне подписания Союза договора просто сбежал и подставил своих товарищей. Потому что решение о создании ДКЧП было еще принято Горбачеву в марте месяце. В марте. Вот так вот. И я вам скажу, вот все то, что мы с вами потом наблюдали, что происходило. Уничтожение Советского Союза. Вот эти сепаратистские явления в республиках. Выяснение национальных отношений. Кровопролитие. Разрушение экономического потенциала. Разрушение вооруженных сил. В конечном итоге привело к тому, что мы потеряли то, что называлось Родиной. У нас еще звонок радиослушателей на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Юсиф. Да, слушаем. Александр Владимирович. Спустя 25 лет, конечно, уже осознав, приходишь к каким-то заключениям, и совершенно не могу не согласиться с вами, что Христ не тот, который дал команду стрелять по безоружным людям. Буквально пару дней назад просматривал съемки тех дней и видел, где вы, Александр Владимирович, в прямом эфире призываете боевых летчиков поднимать самолет и лететь на Москву. Вы их приглашали полетать или повоевать? Нет, я приглашал не на Москву, а были даны координаты административного здания, где находился Ельцин. Потому что оттуда все шли команды по расстрелу Верховного Совета. Именно оттуда шли команды. Но вы понимаете, в чем дело? Когда человек принимает на себя решение убивать людей, я так понимаю, может, вы по-другому понимаете, он становится вне закона. Никто никому не давал право убивать людей. Если человек находится вне закона, то, я считаю, есть право этого человека просто уничтожить. Почему? Потому что, взяв на себе право, он уже становится не человеком, а мерзавцем. В каком кажется эти события могли бы произойти, если бы Путин тогда был у власти? Ну, если бы был Путин у власти, этого бы не произошло. Почему? Ну, Путин, во-первых, разумный человек и свои мозги не пропил. А ну, зайдите в интернет, посмотрите визиты Ельцина, зарубежное государство. Визит в пьяном виде обязательно с каким-нибудь бенефисом, да? И я еще и тогда говорил, а можно себе представить канцлера Германии, который бы прилетел в Россию, напился и подирижировал оркестром российской армии? Ну, мне говорят, да вы что ли со мной значит? Или можете себе представить президента Соединенных Штатов, который бы прилетел в Германию и в пьяном виде бы вышел из самолета? Ну, понимаете, во всем нужна корректность, да? Само поведение определяет мораль человека. Если люди видят, что человек находится в неадекватном состоянии не потому, что он заболел, а потому, что он выпил чрезмерно, то к нему и соответствующие отношения. Вот это тоже смущало, понимаете, руководителя любого ранга, не имеет права появляться даже директор того же кооператива или завода или предприятия, не говоря уже о руководителе государства в пьяном виде перед людьми. Еще звонок у нас 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон напрямого эфира, так только что был у нас звонок, сорвался. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Александр Руцко у нас сегодня на прямой связи, в программе абонент доступен. Также пишите нам в фейсбуке, это можно делать на моей страничке. Вадим Родионов, латинца Родионов, Череза. Но вот все-таки, когда вы призывали боевых летчиков лететь и, как я понял, атаковать в место, где находился Ельцин, там же были и другие люди, могли находиться другие люди. Вот эта вот все-таки возможность того, что могли пострадать и те, кто не связан непосредственно с президентом. Что об этом думали? В административном здании находятся не и другие люди, а люди те, которые вместе принимали решение поступить именно таким образом. Я написал книгу, называется «Крывавая осень». В этой книге абсолютно нет никаких эмоций, просто это дневник тех событий. То есть по датам 21 сентября вышли такие-таки документы, выступления были такие-то, расшифровка аудиозаписи. Вы читаете и делаете выводы, что человек говорил. Поэтому у меня были аудиозаписи тех, кто находился тогда в этом административном здании вместе с Ельцином, где принималось решение силовым образом ликвидировать высший орган государственной власти, съезд народных депутатов. За что и получили героев России. Тот же Ерин за расстрел Верховного Совета, генерал Евнеевич, герой России. И вы знаете, когда меня называют, вместо того, что я герой Советского Союза, героем России, я говорю, не надо это звание позорить. Почему? Потому что я не герой России, я герой Советского Союза. И до тех пор, пока не будут сняты золотые звезды героев, всех этих мерзавцев, которые убивали своих соотечественников, я буду именно относиться так к этому званию. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день, Александр. Да, слушаем вас. Александр Владимирович, вопрос такой, что мы уже, так сказать, подробно изучили и смотрим, что вы говорите. Я внимательно смотрел, что вчера Сивко интервью давал. Во-первых, некомпетентность. Во-вторых, нерешительность. Почему отказались от Чалов и Баранников взять на себя обязанности и принять на себя Министерство обороны? То есть, не нашлось человека, вы герой Советского Союза, с вами были крупные военачальники, ни одного не нашлось, чтобы арестовать этого мерзавца. Это первый вопрос. И второй вопрос. Значит, вы говорите, что сегодня невозможно совершенно, потому что Путин. Но что мы не видим, что Путин полностью зависит от Запада. Все финансовые структуры, так сказать, завязаны на Запад. Да, спасибо. Ваш вопрос, если так очень коротко сформулировать. Ну, я хочу... В принципе, Монаток, он был в виде формирования вопроса. Давайте я отвечу. Ну, вот первый. Я не знаю, как вас звать. Представьте себе такую картину. Вот вас посадили в комнату, сказали, что вы исполняющий обязанности президента, закрыли и заварили дверь намертво, отключили электричество, отключили связь. И, соответственно, какие ваши действия? Да никаких, потому что вы изолированы. Что, собственно, происходило и с Рудским, и с Дунаевым, и с Бараниковым? Нас изолировали полностью тройным кольцом оцепления. Это внутренние войска. Когда милиция отключили все виды связи, отключили электроэнергию. Ну и что? Съезд изолирован. Съезд, который принимает решение. Назначили на эти должности. А дальше какие действия, если вы шаг не можете сделать из этого здания? Какие могут действия? Телефонной связи нет. Ничего нет. А все силовые структуры находятся в руках Ельцина. И далее провокация за провокацией. Как ответить на эту провокацию? Я вам интересные вещи назову. Не многие это знают. Ведь после того, когда было захвачено здание Верховного Совета, генеральная прокуратура изъяла полностью все оружие из Верховного Совета. Во-первых, это оружие было из Ружпарка, службы безопасности Верховного Совета. В 1990 году председатель Верховного Совета Ельцина создал службу безопасности. То есть там хранилось стабильное оружие. И при проведении следствия, экспериментов, из этого оружия не убито ни одного человека. И когда генеральная прокуратура запросила представить оружие внутренних войск, милиции, вооруженных сил для проведения экспертизы, эти структуры оружие не представили. И вот все убитые, те страшные трагические события, были убиты из оружия милиции, внутренних войск, вооруженных сил. Ну и плюс снайпера. Ну вот как вот действовать в той ситуации, если ты полностью изолирован? Как арестовывать того, кто находится под такой системой охраны, что туда вы просто не войдете на территорию Кремля? Просто не войдете, не говоря о том, что вы пройдете по территории Кремля и войдете в административное здание. Это просто эмоции ваши, не более того. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут? Здравствуйте. У меня вопрос, Сергей Владимирович, с другого несколько плана. Скажите, пожалуйста, вы были героем Советского Союза, да, извините, героем Советского Союза, и Дудаев был герой Советского Союза. Скажите, пожалуйста, вы, два великих военнослужа, военно-начальника, вы могли между собой решить проблему, не начало убийственной войны в Чечне, которая теперь, мы же понимаем, к чему привела? Спасибо большое. Спасибо большое. Дудаев никогда в жизни не был героем Советского Союза, не знаю, откуда это вы взяли. Когда ситуация была доведена до апогеи с Чечнёй, с Чечено-Ингурской республикой, я меня пригласил в Ельцин. Говорит, Александр Владимирович, надо ехать в Чечню, вы вот, лётчики, поговорите друг с другом, как-то это всё надо мирно регулировать. На что я сказал, я говорю, Борис Николаевич, когда вы туда посылали Галину Старовойтову, посылали Бурубулиса, посылали Козырева, ну, по сути дела, никчемных людей, да? Почему вы не они послали, а когда дошло до практически противостояния, говорите, езжай туда. Ну, вы понимаете, Александр Владимирович, так сложилась обстановка. Я говорю, хорошо. Я полетел в Чечню, встретился с Жохаром. И предложил ему следующий вариант. Я говорю, Джохар, давай сделаем так. Я попрошу Бориса Николаевича, чтобы вы были командиром дивизии дальней авиации, чтобы вас назначили на корпус и присвоили очередное звание генерал-лейтенанта. А когда политическая обстановка сложится, что будут назначены выборы в Чеченой и Нурской республике, я у вас даже буду доверенным лицом. Он говорит, в принципе, Александр Владимирович, можно согласиться с этим. Но Ельцин на это не пойдет. Я прилетел в Москву. Говорю, Борис Николаевич, вот эту ситуацию можно успокоить вот именно таким образом. Говорит, ну, помните, как он выжил? Ничто, аж Т. В принципе, нормально. Не знаю, кто ему надул в уши, что этого делать нельзя. И в конечном итоге все закончилось вот этой бойней, да? Бойней, опять же, между своими соотечественниками. Я был категорически против развязывания боевых действий в Чечне. Категорически против. Почему? Ну, в отличие от тех, кто принимал это решение, развязать там бойню, я хорошо знаю историю. Хорошо. Хорошо в школе учился, и в высших учебных заведениях. Чем заканчивались войны на Кавказе? Поэтому я их всячески отговаривал. А бойня началась, когда я уже находился в Лефортово, арестованным. Ну, вот вы, как военный летчик, как восприняли ситуацию, недавнюю ситуацию трагическую со сбитым Л-20? Какое у вас мнение на этот счет? Какое мое мнение? Вы знаете, в локом и сожалению, почему-то все время оказываются в конечном итоге правы. Те же Минск-1, Минск-2, я в эфире говорил, что это все ерунда. Нужны совершенно другие действия, чтобы не убивали людей. Ну, меня не послушали, видите, что происходит. Теперь, что касается Сирии. Когда было принято решение, положительно отреагировать на предложение правительства Сирии ввести наши туда войска, и на базе химима разместили нашу авиационную ударную группировку, я говорил, а где комплекс 400-300 для прикрытия ПВО? А почему мы не заявляем о том, что мы единственные, кто легитимно там находится? Потому что мы туда прибыли по решению легитимного правительства Сирии, а вся коалиция туда летает и там находится незаконно. Почему мне было сказано, что если те силы, которые пытаются незаконно заниматься боевыми действиями, недопустимо пересечение границы? И будут сбиты, если будет граница пересечена. Но это надо иметь волевое решение. Но этого не сделали. А дальше, соответственно, на каком основании противовоздушной обороны нашего аэродрома, нашей базы аэбиционной, обеспечивала ПВО Сирии? На каком основании? Зачем? Зачем, когда у нас есть возможность поставить собственную систему противовоздушной обороны и не допустить нанесения удара по аэродрому или вблизь лежащим районам? Поэтому, понимаете, это все, в общем, называется русским языком главотяпства. Ну, а когда главнокомандующим ВКС сейчас называется, раньше назывались ВВС, военно-воздушные силы, назначают танкиста, то вообще тут, ну, что можно сказать? Понимаете? Это то же самое, что мне сейчас назначить руководить большим театром. Получается, что Владимир Путин как главнокомандующий совершает серьезные ошибки в этом смысле? Ну, я считаю, это, скажем, одна из ошибок, которая привела к трагическим последствиям. Это так, я думаю. Почему? Потому что каждый должен заниматься своим делом. Везде нужны специалисты. А тем более на такой должности надо иметь колоссальный опыт управления военно-воздушными силами. Ну, откуда может быть опыт, даже эмбриональный, зачаточный, у генерала, который сознательно всю свою жизнь прослужил в сухопутных войсках. Да никакого. Это абсолютно ноль. Вот сегодня очень много говорят о противостоянии Запада и России. Ну, Запад условное понятие. Возьмем блок НАТО в качестве ориентира. Вот насколько, на ваш взгляд, вероятно глобальное противостояние, о котором тоже часто высказывается? Возможность Третьей мировой войны или как ее можно назвать? Ну, вот что касается Третьей мировой войны, я рекомендую всем выбросить это из головы. Вообще напротив выбросить. Почему? Да потому что все прекрасно понимают и там, и в Соединенных Штатах Америки, и здесь, в России, чем можно закониться не для Соединенных Штатов и не для России нажатие кнопки, а для всех. Для всего народного сообщества. Я не знаю, Трамп, да, хоть он и эмоциональный человек, но он никогда не нажмет кнопку, потому что он не идиот. И то же самое и Путин. Он нормальный, здравомыслящий человек, тоже никогда не нажмет кнопку. Поэтому никакой Третьей ядерной мировой, тем более ядерной войны, быть не может. А теперь, что касается вот этого противостояния НАТО и России. Ну, возьмите карту и посмотрите, что делает НАТО в отношении Российской Федерации. Обложили со всех сторон, как только можно. Почему это происходит? Да потому что тогда, в те 90-е годы, а это с 90-х годов по 2000-е год, обороноспособность страны была сведена практически к нулю. Мы потеряли все. Все, что только можно было. И поэтому вот эта наглость, ничем не наказуемая, привела к тому, что нас обложили со всех сторон. Далее, неправильная внешняя политика. В каком плане? В том плане, что мы почему-то все время оправдываемся. Нас обливают грязью, обкладывают фейками со всех сторон, и мы все время оправдываемся. Министерство иностранных дел делает ноты, заявления, политические деятели, дискуссии. Все построено на платформе оправданий. Зачем это делать? Зачем это делать? Вы знаете, ну и жизненного опыта, когда пытаются хамить в мой адрес, или там что-то врать в наглое, я просто не обращаю внимания. И в конечном итоге это все прекращается. Потому что, ну, человек не реагирует на это. Понимаете? А когда мы все время оправдываемся, реагируем на каждый, так сказать, случай, на каждую подтасовку, мы как-то выглядим не здорово. Да? Это раз. Второе. Я считаю, как в личностном плане, так и в масштабах стран и страны, хамство недопустимо. Ну, нельзя хамить человеку, нельзя оскорблять человека, и нельзя хамить стройнее, и нельзя оскорблять страну. Понимаете? Поэтому, если это хамство имеет, как бы сказать, разовое явление, это одно отношение. А когда это становится системой, то есть регулярным хамством и оскорблением, ну, за это надо дать по морде. Понимаете? А иначе по-другому никак. Почему? Потому что, вот, хамство, я считаю, должно быть наказуемым. Да? И до тех пор, пока мы это не сделаем, это будет продолжаться до бесконечности. Ведь если мы говорим о правах человека, о защите прав человека, ну, разве уважающее себя государство позволит, чтобы его граждане арестовывали, сажали в тюрьму, издевались и так далее? Да, конечно, нет. Понимаете? Да, конечно, нет. Или вот последний случай в Африке, там, у берегов, в нейтральных водах арестовали наше раболовецкое судно и держали наших рыбаков в тюрьме, подозревая их там в чем-то и все прочее, прочее. Ну, попробовали бы это сделать, если бы я был президентом, весь бы мир бы содрогнулся. А что бы вы сделали? Ну, войну бы не развязали? Просто бы это государство прекратило свое существование. Понимаете? Почему? Потому что, еще раз говорю, это недопустимо издевательство над человеком, недопустимо хамство, недопустимо нарушение прав человека. И за это надо бороться. За это надо бороться. Я всегда привожу пример. Ну, давайте представим себе, рыболовецкое судно Соединенных Штатов с рыбаками на борту африканское государство арестовывает и всячески издевается, содержащихся в тюрьме. Как прореагируют Соединенные Штаты? Я вам скажу, лет 200 потом это будет государство помнить, что с ними сделали. Поэтому я всегда говорю, надо отвечать всегда адекватно. Надо всегда отвечать адекватно. А вот на эти вот фейки политические просто не надо обращать внимания. Вот и все. Вот и все. Мы сами себя поставили в экономическую и финансовую зависимость перед сильными мира всего. Вы хотели бы стать президентом сегодня? Ставили. Дело в том, что не все знают, что все экономические реформы в России в 90-е годы проходили по сценарию Вашингтонского консенсуса, который был разработан в 89-м году для латиноамериканских стран. Где государственные банки были исключены, где вместо государственных были, по сути дела, частные центральные банки, где функции правительства были сведены к нулю в управлении экономическими процессами. Вот то же самое вот это вот, извините за выражение, шобла, она называлась правительство, да, вот довела экономику страны до такого унизительного состояния. А дальше попробуйте выплатить из этого состояния. Попробуйте. Это не так-то просто. У нас звонок. У нас звонок есть сейчас радиослушатель на линии. Здравствуйте. Владимир Владимирович, вы не ответили на вопрос. Вот, судя по вашим, так сказать, ответам, да, уровень задач, которые стоят, и угроз, кстати, стоят перед Россией, не соответствует компетентности, так сказать, современного руководства. И это ведет к распаду России. И Путин лично отвечает из ваших всех ответов именно это следует. Но вы это обходите стороной. Да, спасибо вам. Мы поняли вашу революцию. Александр Владимирович, можно прокомментировать. Во-первых, не надо драматизировать, никакого распада России быть не может, потому что Ельцин, помните его заявление, берите суверенитеты сколько хотите. Это имелось в виду республики, входящие в состав Российской Федерации. И пошел парад суверенитетов, да, Татарстан, Башкортостан, Карелия, Бурятия, Муртия. И понеслось, да, декларации и прочее, прочее. Вот это все остановил Путин. Это его заслуга. Надо быть объективными. Поэтому, если бы Путин это не сделал, да, Российская Федерация была бы уничтожена точно так же, как и Советский Союз. Поэтому, на сегодняшний день никакого распада быть не может. что касается внешней политики, я вам сказал свое мнение. У Путина, может быть, по этому поводу свое мнение. Он глава государства. А я такой же обыватель, как и вы. Я частное лицо и не более того. И никакого отношения к системе власти не имею. Я могу высказать предположение, свое мнение, что бы я лично сделал в той или иной ситуации. И я вам в этом сказал, что хамство должно быть наказуемым. Что терпеть вот эти выпады в наш адрес более нельзя. Почему? Потому что из нас пытаются шаг за шагом сделать рулон туалетной бумаги. А это недопустимо. Мы не та страна, из которой можно сделать рулон туалетной бумаги. Внешняя политика должна быть жесткой. Действия должны быть адекватными. Недопустимо оскорбление не только страны, но и граждан Российской Федерации. Здесь надо занять жесткую позицию. А чтобы занимать жесткую позицию, надо выстраивать правильно экономику. Я уже не раз говорил, что правительство, состоящее из либералов, не в состоянии исправить экономическое положение страны. Мы все вместе с вами в этом убедились. Потому что на сегодняшний день вот эти пенсии 8 тысяч, 12 тысяч рублей, а проживочные минимум в 2-3 раза больше, недопустимы в цивилизованном государстве. Куда уходят наши деньги, давайте посмотрим, налогоплательщиков. Посмотрите, какую армию чиновников развели. Я могу назвать цифру. В 2000 году я еще был губернатором. Я написал всем федеральным структурам, находящимся на территории Курской области, области во исполнение посланий президента предоставят такие-то данные. Численный состав, материальное, техническое обеспечение, туда и все прочее, прочее. Ну, по сути дела, я обманул. Мне представили данные. Так вот, на территории Курской области в 2000 году было 17,5 тысяч федеральных чиновников. 17,5 тысяч. Чем эти люди занимались? Ну, я вам ответственно заявляю. Ничем. Получали хорошую заработную плату, валяли дурака и никому не подчинялись. Я имею ввиду административным органам власти субъекта, ну, а Кремль далеко. Так вот, за 18 лет, как вы думаете, это число федеральных чиновников уменьшилось? Нет. Оно увеличилось кратно. Поэтому на этот надо вопрос посмотреть. А зачем это все? Я думаю, что мы еще вернемся к этому разговору. Нам звукорежиссер подсказывает, что время нашего эфира подходит к концу. Спасибо вам большое, что нашли время и стали гостем программы «Абонент доступен». Александр Рудского у нас был сегодня на прямой связи. Эфир провели Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, всего доброго и до свидания.